МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В копилке Абхазии первая серебряная медаль. Тамазан Арабханов стал серебряным призером турниров по греко-римской борьбе на играх БРИКС. 26 человек гарантированно получат бюджетные места. 109 призеров Олимпиады путь к вершинам будут зачислены в АГУ без вступительных экзаменов. Завершают эфирии Ферлока Фолмца и доктора Ватсона. На Абаза ТВ продолжается проект 100 фильмов советской классики. На площадке Международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзенба состоялось рабочее совещание под председательством президента республики Аслана Бжания. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джан Сухнанба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Тимур Ахеба, а также представители различных служб и ведомств и сотрудники аэропорта. Основной темой встречи стал ход текущих ремонтно-восстановительных работ по комплексной реконструкции аэропорта. Участники подробно обсудили все аспекты этого масштабного проекта, который имеет ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры республики. На сегодняшний день продолжаются работы по реставрации сколов и раковин, взлетно-посадочной полосы, герметизация деформационных швов. На перроне заканчивается демонтаж верхнего слоя покрытия. Также окончен монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции. Все работы идут в соответствии с графиком. По завершении совещания глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе. А сейчас о главном спортивном форуме последних лет для нашей страны – «Играх БРИКС». В копилке Абхазии первая серебряная медаль. Рамазан Рабханов стал серебряным призером турнира по греко-римской борьбе на «Играх БРИКС». В финале спортсмен из Абхазии уступил российскому борцу Сергею Степанову со счетом 5-0. Ну а Беата Аршба стала бронзовым призером турнира по боксу на «Играх БРИКС». Абхазская спортсменка выступала в весовой категории до 54 килограммов. Тренер Альберт Кардиоглы. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на «Играх БРИКС». Кроме того, команда из Абхазии одержала победу над иранскими спортсменами в турнире по футбольному двоеборью на «Играх БРИКС». Матч завершился со счетом 8-5. Теперь в копилке команда из Абхазии одна серебряная и четыре бронзовых медали. Судья всероссийской и международной категории по боксу Валериан Орлан в качестве судьи принимает участие в международных соревнованиях «Игры БРИКС». Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, в том числе и бокс. На турнир по боксу заявились 160 боксеров из 16 стран, в том числе из Абхазии. Напоминаю, ежедневно на канале Абаза ТВ вы можете смотреть трансляции основных спортивных событий с участием наших спортсменов. Партнерами-организаторами трансляции «Игры БРИКС» на Абаза ТВ выступают Матч ТВ, Государственный комитет по делам молодежи и спорту, компания «Медиа-3» и интернет-провайдер «Система». Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования в Министерство иностранных дел Республики Южной Осетии в связи с Днем памяти жертв геноцида осетин. В ноте, в частности, отмечается «Народ Республики Абхазия, как и народ Республики Южной Осетии, защитил свою родную землю от грузинских фашистов. Сегодня мы разделяем боль юга осетинского народа от утраты родных и близких. Память о жертвах геноцида будет жива вечно». Информация правоохранителей. Видео, на котором, предположительно, сотрудник милиции бьет мужчину, а остальные наблюдают за этим, опубликовали в соцсетях. Как прокомментировала пресс-служба МВД Абхазии, инцидент произошел в феврале этого года в первом отделении милиции УВД по Сухуму. По данному факту, Управлением собственной безопасности было проведено служебное расследование. По результатам проверки, один сотрудник уволен по отрицательным мотивам, остальные получили взыскание в виде неполного служебного соответствия. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль личного состава. В связи с распространением в интернет-ресурсах видеозаписи, на которой зафиксировано применение насилия в отношении задержанного лица со стороны сотрудников милиции, Генеральная прокуратура дала поручение по проведению процессуальной проверки по факту превышения должностных полномочий и решению вопроса о возбуждении уголовного дела. По данному факту, прокуратура Сухума начала процессуальную проверку, сообщается на сайте Генпрокуратуры Республики. Продолжаем выпуск. 109 призеров Олимпиады «Путь к вершинам» будут зачислены в Абхазский госуниверситет без вступительных экзаменов. Это золотые, серебряные и бронзовые призеры, а также 47 выпускников, которым не хватило баллов до призового места, но их работу выделили члены жюри. На церемонии награждения побывала Надежда Боровикова. Моисей Гагулия – выпускник 4-й гудаутской школы и один из 26 обладателей диплома первой степени по итогам Олимпиады для выпускников «Путь к вершинам». Моисей отличился знаниями в области физики и уже зачислен на физико-математический факультет Абхазского госуниверситета. Но кем хочет быть в будущем, пока не знает. Время покажет. Пока отучусь на физико. Физмат вообще – это база для много чего. Предмет, во-первых, мне полюбился, меня учитель нецел, хорошо преподавал, то есть занимался. Анжела Эдуардовна Махария, ей спасибо большое. Олимпиаду я узнал давно, можно сказать, с начала учебного года. И как-то поставил себе цель пройти по ней. И уже, как видите, удалось. Абхазский государственный университет совместно с районными отделами образования проводит Олимпиаду для выпускников уже пятый год. Это отличный способ выявить талантливых детей во всех районах Абхазии и дать им возможность бесплатно и без экзаменов поступить на желанную специальность в АГУ. В этом году Олимпиада проводилась по 11 направлениям, в том числе биология, физика, история, основы права, абхазский и иностранный языки, а также рисунок, живопись, композиция. В Олимпиаде школьников «Путь к вершинам» приняли участие 447 выпускников школ нашей страны. Победителями стали 26 участников Олимпиады, 24 участника с серебряными призерами и еще 12 участников бронзовыми призерами Олимпиады. Вместе с тем 47 участников Олимпиады, не набравших достаточное количество баллов, но продемонстрировавших хороший уровень знаний по профильным предметам Олимпиады, рекомендованы к зачислению на первый курс на соответствующее направление подготовки специальность. Таким образом, по результатам Олимпиады школьников «Путь к вершинам» 2024, рекомендованы к зачислению на первый курс 109 участников Олимпиады без вступительных испытаний. Муртас Ванаба, выпускник Гардванской средней школы Силаджиркуа, получил диплом первой степени за победу в творческом конкурсе. Его проводят для желающих поступить на актерское искусство. Почтенному жюри, в составе которого народная артистка Абхазии Софа Агумава, директор молодежного театра Аслан Ейник и актриса Эсма Шуген, нужно было представить короткую прозу, стихотворение, басню и этюд. Поначалу я планировал поступить на исторический факультет, но спустя некоторое время, за школьные годы, где-то в 11 классе как раз таки, я решил поступить на театральный, и мне предложили, и в школе проходили разные мероприятия, я участвовал в них, и как раз таки мне понравилось. Были сценарии про махаджирство, произведения Дермита Гулия и так далее. И там у меня появилось желание выступать и так далее. С напутственным словом к призерам Олимпиады обратились министр финансов Владимир Телба, ректор Агу Олегу Гварамия и почетный гость, государственный деятель Сократ Джинджолия. Приятно на вас смотреть, приятно. Вы знаете, столько специальностей, столько направлений, ну, слушаешь и думаешь, боже мой, у нас все есть. Да, действительно, у нас есть все для того, чтобы получить хорошее образование. Только от вас будет зависеть очень многое. Получить образование – это не просто самоцель. Получить диплом и гордиться тем, что ты оказался специалистом какой-то области. Нашей стране нужны хорошо образованные люди. Очень нужны. Мы нуждаемся в этих кадрах, в вас трудаемся. Завтра вы придете на работу и отхаживаете вам фактически. Вот с этой мыслью, с этими целями вы должны учиться и овладевать знаниями. По итогам Олимпиады 109 учеников получили преференции при поступлении в госуниверситет. Но только обладатели первых мест, то есть 26 человек, гарантированно получат бюджетные места. Что касается серебряных и бронзовых призеров Олимпиады, то они будут рекомендованы на бюджетную основу обучения, в случае, если бюджетных мест окажется достаточно в рамках контрольных цифр приема. Если же количество бюджетных мест будет ограничено, то их рекомендуют к зачислению на платную основу обучения. Надежда Боровикова, Торнер Жанечко, Абазатар. Дети из Абхазии в возрасте от 6 до 17 лет могут принять участие в международном конкурсе детского творчества «Москва в сердце каждого». Как рассказала в эфире Радио Спутник, глава отдела по взаимодействию с соотечественниками за рубежом Московского дома соотечественника Юлия Казначейская, конкурс проводится уже в четвертый раз. Главный приз – трехдневная поездка в Москву, участие в мастер-классах от художников, посещение музея, участие в торжественной церемонии закрытия. Устранение инфраструктурных ограничений – основная цель российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы, рассказал в эфире Радио Спутник, начальник управления капитального строительства Абхазии Тимур Аграба. По его словам, в программу включены 38 проектов, в числе которых 22 капремонт автодорог, три энергетических объекта, девять по замене коммуникации, водоснабжения и водоотведения, строительство детской республиканской больницы, завершение работ по строительству полигона твердых бытовых отходов. Общий объем финансирования составляет 3,4 миллиарда рублей. Первый урожай голубейки на экспериментальных участках в Институте сельского хозяйства. В 2023 году при поддержке проектного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАООН на территории Института сельского хозяйства были созданы экспериментальные участки голубейки, завезенной из Европы. Всего Институту сельского хозяйства было передано 13 сортов голубейки по 70 корней каждого вида. Помимо саженцев, проектный офис ФАООН предоставил также торф, удобрения, пестициды, капельную систему полива и так далее. В рамках эксперимента было решено посадить часть саженца в голубейки в открытый грунт, а вторую часть в горшки со специально подобранным торфом. В настоящее время эксперимент продолжается. В начале июня большая часть саженцев начала давать первый урожай ягод. На Абаза ТВ продолжается проект 100 фильмов советской классики. В эти выходные вы можете видеть в эфире нашего канала Шерлока Холмса и доктора Ватсона, завершающую часть советской серии телефильмов по мотивам рассказов Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе, которая вышла на экраны в 1979 году режиссера Игоря Масленникова. Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникации «Мир. Мост. Абхазия». Ильяна Рагилаян расскажет о фильме. Страсть человека к ладоискательству погубила многие жизни и лишь немногих сделала богатыми. Сама мысль о том, что для богатства не нужно долго и упорно работать, а необходимо только знать место, где это богатство лежит, может сделать одержимой не одну горячую голову. Да что говорить, целые государства кидаются в авантюры колонизаторского кладоискательства. К Шерлоку Холмсу приходит девушка по имени Мэри Морстон, которая просит его и доктора помочь в разгадке ежегодного получения ею посылкой по одной жемчужине и в поиске ее отца, пропавшего много лет назад. Холмс и Ватсон не отказывают ей в помощи и выясняют, что мисс Мэри является наследницей огромного состояния – сокровищ Агры, на которые претендуют также сыновья майора Шолта и Джонатан Смол, беглый каторжник с деревянным протезом вместо ноги, которого старшие Морстон и Шолта обманули. Я просмотрел подшипку «Таймс» и обнаружил, что майор Шолта, служивший в 34-м бомбийском полку, умер 6 лет назад. Вы, очевидно, Холмс, сочтете меня тупицей, но я не вижу ничего в этом стране. Не видите? Тогда служите внимательно. Капитан Морстон приезжает в Англию и исчезает. Единственный человек, кого бы он мог навестить в Лондоне – это майор Шолта. Но майор Шолта уверял, что даже ничего не слышал о приезде капитана Морстона. Через 4 года майор умирает. Дикарь Тонга, помощник Джонатана Смола, убивает одного из сыновей Шолта, а сам Смолклер крадет сокровища. Однако Холмс напал на след и вместе с инспектором Лейстрадом и несколькими полицейскими устремляется за ними в погоню по Темзе. Во время преследования убивают дикаря, но Джонатан Смол успевает постепенно выбросить в реку все драгоценные камни. В итоге сокровище, принесшее столько бед, не достается никому. Однако во время поисков доктор Ватсон и мисс Морстон полюбили друг друга и решили пожениться. Потому что я люблю вас, Мэри. Люблю, как никто никогда не любил на свете. Но эти сокровища, эти несметные богатства наложили печать на мою усталость. Но теперь, когда их нет, я смело говорю, что люблю вас. И повторяю. Слава Богу. Тогда я тоже скажу, слава Богу. В ходе расследования дела о сокровищах Агры Холмс и Ватсон вспоминают о другом деле, которое Холмс расследовал раньше. К нему под чужим именем приходит король богемии, который ведет себя сперва несколько высокомерно, а затем жалобно просит помочь ему. Одно время король, будучи тогда еще наследным принцем, имел любовную связь с известной авантюристкой Ирэн Атлер. Вместе сфотографировался с ней и подписал фотографию на память. Теперь он собирается жениться и хочет избежать скандала, так как, по его словам, Ирэн грозится послать невесте фото в день, когда будет объявлено о помовке. Смотрите заключительные серии саги в эфире Абаза ТВ в эти выходные. Совершающие серии телефильма Шерлок Холмс и доктор Ватсон Игоря Масленникова смотрите в нашем эфире в эти выходные. Тульский мужской вокальный ансамбль Куликова Поля, исполняющий произведения духовной музыки, прибыл с дружественным визитом в Абхазию 14 июня. Цель визита – знакомство с культурой и христианским наследием Абхазии и поддержка духовного единения и веры народов Абхазии и России. Хор посетил исторические памятники республики и поделился своим творчеством с туристами и местными жителями. О путешествии коллектива снимается документальный фильм. Сейчас о погоде. В пятницу 21 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи до второй половины дня местами осадки разной интенсивности, возможно, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 23 до 28 градусов. Температура морской воды 25 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90 процентов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова